МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты! Садитесь, пожалуйста. Итак, мы начинаем награждение победителей четвертой конференции юный профессор Казанского университета. По результатам конференции впервые в истории ее проведения все участники, без исключения, получили дипломы первой степени, то есть были удостоены первого места. Мы по каждой кандидатуре очень внимательно смотрели положительные стороны, какие-то недоработки и пришли к выводу, единогласное было мнение членов жюри о том, чтобы каждому выступившему в очном туре присудить первое место и диплом первой степени в каждой возрастной группе. Итак, дипломом первой степени награждается студентка детского университета Бочкарева Кристина Тимуровна, средняя школа 179 города Казани. Шамсудинов Арслан Эдгарович, средняя школа номер 135 города Казани. Шарипова Альбина Марселевна, школа номер 33. Суворов Сергей Анатольевич, школа 72. Гатин Тимур Рустамович, школа номер 122, имени Зайцева. Ещенко Артем Евгеньевич, гимназия номер 6 города Казани. Газово Айзеля Эльнуровна, гимназия номер 155 с татарским языком обучения Новосавинского района. Коклихина Надежда Александровна. Середина Евгения Валерьевна, гимназия 93. Газово Айзеля Эльнуровна, гимназия 122, имени Зайцева, Казани. Голубов Андрей Евгеньевич, гимназия 102, имени Устиновой. Рысаев Тимур Марселевич, гимназия номер 7 города Казани. Гореева Регина Олеговна, школа номер 18, Казани. Вильданова Камилла Искандеровна, гимназия 122, имени Зайцева, города Казани. Несколько победителей из этой гимназии. Наумова Аделина Никита Андреевна, школа номер 38, города Казани. И у нас был наш выпускник магистратуры. Впервые мы членами-экспертами в жюри включили нашего выпускника Детского университета Антония Свердрупа. И я им вручаю такой сертификат. Вот видите, 16 человек. 16 человекам вручены такие сертификаты. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы каждый из вас, здесь присутствующих в этом зале, такой сертификат получил. Сложно это сделать? Не сложно. Единственное, что от вас требуется, попытаться найти себе научного руководителя, подготовить проект и прислать его в детский университет. Раз в год такую конференцию творческих работ мы проводим. Что это не так сложно, сейчас продемонстрирует наш юный исследователь, которому 8 лет. Мы сначала проводим аплодисментами всех тех, кто присутствует в этом зале. И пригласим этого юного исследователя. Он нам расскажет о своем проекте. У нас времени очень немного. Каждому из участников давалось по 5 минут. И вот мы выбрали одного из участников. Все получили первые места. Но он у нас в самой младшей группе для того, чтобы показать, что ничего в этом сложного нет. Это Тимур Гатин. Проходи сюда, пожалуйста. Вот его постерный доклад на этой трибуне прикреплен. И также проходи сюда. Он подготовил небольшую презентацию. Всего 5 минут. Вот он выступит со своим проектом, как он называется, еще раз представится. И нам все расскажет. Пожалуйста. Меня зовут. Меня зовут Гатин Тимур Люстамович. Моя тема. Мой первый запуск ракеты по пути Сергея Павловича Королева. Представить жизнь современного общества без достижений в ракетостроении и космонавтике невозможно. Ведь благодаря освоению космоса наши дни вокруг Земли вращаются всевозможные спутники разного назначения. Сергей Павлович Королев, ученый, инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и основоположник космического ракетостроения. По его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Прочитав литературу о его жизни и достижениях в области космонавтики, я узнал о глобальности в совершении великого конструктора. Понял, кем он стал для человечества. Мне захотелось поближе познакомиться с ракетостроением, и я решил построить макет роботизимного статусного комплекса для запуска ракеты и модель ракеты. Он у нас взлетать ракеты не будет, нет? Нет. Нет, да? Это просто модель построена. Так, продолжай. Цель для бота. Создание макета роботизимного статусного комплекса для запуска ракеты. Задача исследования. Сконструировать роботизимный статусный комплекс для запуска ракеты. Создать программу для движения комплекса, которая позволила бы ему выходить на нужную позицию и после запуска передвигаться на другую позицию. Запуск ракеты. Нет метод исследования. Ракетостроение и робототехника. Материалы и методы. Моделирование, конструирование и программирование макета с помощью конструктора «Лего Мэнстон» с «Ева-3» и дополнительных датчиков. Для изготовления ракеты я использовал специальный пороховой двигатель для моделей из СИСК-65 и подлючный материал, скотч-картон, клей и другое. Результаты. Современная космическая ракета — это очень сложный летательный аппарат, состоящий из сотен тысяч деталей. Ракета состоит из корпуса, двигателя и отсека с полезным грузом. Большая часть корпуса занята топливом. Двигатель состоит из камеры сгорания и сопла. Сопло — это выходное ответствие для газов, образующихся при сгорании топлива. Для достижения больших космических скоростей применяют многоступенчатые ракеты. Занимаясь в крышке инженерной роботизированной системы, мы с преподавателем продумали все конструкционные элементы. И я приступил к сборке макеты и ракеты. Сборку макеты я начал с ходовой части, которую решил собрать на гусеничном ходу, потому что статусный комплекс на гусеницах имеет большую проходимость, чем на колесах. У меня получился вот такой макет статусного комплекса. Потом я приступил к изготовлению ракеты. Материалом для ракеты стал картон-скотч и специальный пороховой двигатель. Внутри двигателя два отсека. В первом находится спрессованный порох, который медленно сгорая дает газ для поднятия ракеты. Второй отсек замедлитель. Он заполнен смесью пороха и талька. При сгорании пороха в этом отсеке ракета летит еще выше по инерции. Далее, с помощью преподавателей, я создал программу для движения комплекса. Среди программирования LEGO Monasterance EVA 3. И вот мой макет. Теперь доставляет ракету на статую позицию и после запуска передвигается на другое место. В целях безопасности запуск ракеты было решено производить в пустынном месте, без использования пластмассовых деталей LEGO. Запуск состоялся. Я был в восторге. Ракета взлетела очень высоко, выше деревьев и девятиэтажных домов. Выводы. Опытным путем я выяснил, что создание модели ракеты, которая сможет взлететь, вполне возможно. Работа над созданием ракеты и репутативного статуса комплекса для ее запуска посоствовала в самообразовании и расширении кругозора в области робототехники и истории космонавтики. Следующая моя ракета взлетит еще выше, а потом в космос. Спасибо за внимание. Молодец. Молодец. Держи микрофон. Я хочу обратить внимание, что вот этот юный наш исследователь говорил без бумажки. Он использовал очень сложные термины, которые не всякий взрослый может запомнить. Поэтому он молодец. Я думаю, что он готов ответить на ваши вопросы. А у кого есть вопросы? А в какую высоту взлетела твоя ракета? На 150 метров вверх. Так, еще. Вот вопрос есть. Можно было еще, я сам сейчас занимаюсь робот-техникой, и уже очень давно мой преподаватель знает меня больше всего. Мы тоже работали с этим Lego, и я сконструил робота, который… Ну, то есть, чтобы тебе добиться больше высоты, тебе можно сделать… Вот в программе программирования, там есть, я тоже знаю, я с ней занималась, можно сделать этот… Ну, в общем, есть некоторые рекомендации, чтобы улучшить этот проект. Хорошо. Тогда можно сделать из двухстороннего скотча, который он может дать, и поэтому он больше… Вот же двухсторонний скотч, если что. Я хотела спросить, а когда ракета начала взлетать, почему у тебя был утяжелитель, потому что она же начнет поворачивать, потому что противовеса нигде нет? Так. Она вбок летела, а костюм немножко. Есть ответ на этот вопрос? Ну, чуть-чуть вбок летела, но все равно, совсем чуть-чуть, как-то она вверх летела. Вот видишь, есть какая-то рекомендация для улучшения проекта. Так, еще, пожалуйста. Спасибо. Вот здесь, да. Ну, тут сам двигатель такой, который может сам поднять ракету, чтобы она не летела криво. А ракета может полететь вбок так? Может так, если… Ну, она так и летела немного. Вбок. При стартовании состыковка была. Микрофон говори, микрофон говори. Если криво сделать, то полетит. Так-то я ровно сделал, чтобы вверх. Так полетела. То есть, если специально задать, лететь косо, она и полетит косо, да. Ну, там еще на вот этой штучке была такая палка, которая направляет ракетам. Скажи, а где ты купил как раз этот двигатель? Двигатель откуда? Ну, я же занимался в кружке. Нам дали такой двигатель. Так-то я не знаю, откуда преподаватель купил. Так, то есть, если в кружке занимаешься, то двигатель выдадут. Так, дальше еще. Было сложно делать станцию, чтобы для ракеты, чтобы она взлетела? Ну, где на гусеничном ходу, там же, видел, видел же ты, как, где гусеницы, там такой сложный еще механизм был. На шестеренках там, где крутится назад, а едет вперед. Вот, и это вот посложнее было делать, состальное все не очень. Так, дальше. Восемь лет, обратите внимание. Ты сам, что ли, строил это, или тебе кто-то помогал? Сам строил или помогал кто-то? Сам. Ну, папа немножко, наверное, помог, чуть-чуть, да? Вдохновил? Не, вот статую комплекс я делал в кружке. А вот эту ракету, вот я саму ракету ТСА сделал, а потом мы с папой крылья приделали, чтобы ракета ровно летела. Сколько времени ты тратил на это? Сколько времени потрачено? Хронометраж какой-то велся, нет? Ну, на сборку? Ну, на весь проект, да. Ну, на весь проект, ну, два месяца где-то. Ясно. Ну, чистого времени, наверное, поменьше, да? Хорошо, еще вопрос. А какие датчики были задействованы, когда вы собирали вот эту систему, все? Ну, когда мы собирали комплекс для запуска ракеты, внизу был датчик цвета, еще был средний мотор, самое главное, там был блок, еще там был датчик расстояния. Ну вот. Хорошо. И большие моторы два. Спасибо. Вот, пожалуйста, еще. И там вот молодой человек, его плохо видно. Сколько примерно длился полет ракеты? Ну, где-то 4 секунды. Как ты не сгорел при запуске ракеты? Потому что плотность сгораемого пороха намного ниже, чем плотность кислорода. Ты в противопожарном костюме был, что ли? Не, просто тут же, ну, это такой, ну, вот 100, чтобы запустить ракету. Да, в ракете был порох, из пороха шел такой огонь, а притянули-то мы вот эту штучку, в которую втыкаешь ключ, мы далеко притянули, и получается, тут только небольшой всего огонек шел. И вот. Ну что ж, давайте поаплодируем. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...